Не дай бог, если заболеют, далеко ходить не надо, они спускаются на первый этаж. Медпункт, охрана, новые и чистые корпуса. В оздоровительном лагере «Пламя» вовсю отдыхают. Здесь недавно стартовала первая смена. Каждый день расписан по минутам. Каждый день вечером тут устраиваются какие-то мероприятия. И утром мы играем в разные игры и в обед, ну, каждый день. Я, когда первый раз увидела лагерь, я почувствовала, что я как дома тут. Защитник и два нападающего через одного игрока. А вот так летний отдых выглядит у спортсменов. Свои сборы в этом лагере проводят молодые баскетболисты, футболисты, пловцы и танцоры. У нас проходят три тренировки в день. И после этого мы можем расслабляться на дискотеках. Для 220 тысяч детей открыты 2000 лагерей. Четыре из них в Краснодарском крае и Крыму. На это из бюджета республики выделили почти полтора миллиарда рублей. Себестоимость путевки на Черном море около 60 тысяч. Родители платят 28 тысяч. Остальное это как раз затраты бюджета. Берут от каникул все и в Нижнекамске. В лагере Кама для детишек устроили настоящий сабантуй. Пока мальчики бегают в мешках и перетягивают канат, девочки поддерживают их танцем. Ежедневно проходят массовые мероприятия по плансетке. Допустим, вчера были у нас с ознакомлением правил дорожного движения. Проводились также конкурсы рисунков. Конкурс таланты скоро будем проводить. Насыщенная и даже экстремальная программа в этом году ждет и юных патриотов Татарстана. Ведь специально для них в районах республики открыли новые лагеря. Так, например, в Ознакаево их учат управлять Ладой Грантой и Камазом. В Меделинском районе сплавляться по реке. Ну а в Куркачах даже прыгать с парашютом. Сергей Хайдаров, Алсу Арсланова, Марсель Джураев, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Нижнекамск, Казань. Редактор субтитров А.Семкин